Вот почему вы должны быть очень осторожны, если вы общаетесь с кем-то в интернете. Когда мне было 16, я жила в частном доме со своими родителями, и я познакомилась с этим парнем в инстаграме. Он был моим ровесником, и мы сразу нашли общий язык. Но скажу одно, он был достаточно странный. Однажды он написал мне, что стоит прямо перед моим домом, хотя я ему никогда не говорила, где я живу. Я выглянула в окно, чтобы убедиться, так ли это, хотя понимала, что это полный бред, и ничего не увидела. И он после этого как-то перевел это в шутку, и мы забыли, и дальше начали общаться. Еще через неделю он начал мне называть подробности, которые находились у меня дома. То есть он написал о том, какая у меня классная зубная щетка розового цвета, и она действительно была розовая. Писал мне про вещи, которые находились у меня в шкафу. И в этот момент мне стало страшно, потому что я понимала, что он никак не мог этого знать. И я решила прекратить с ним общаться. А точнее, просто начать меньше с ним общаться. Он очень долго пытался вернуть наше общение, но у него ничего не получилось, потому что я была уже очень сильно напугана. А он все время делал вид, что это просто была шутка. Ну и в общем, вот однажды я решила лечь спать. И у меня с кровати всегда рядом стояли коробки. И так как я немного перфекционист, они у меня всегда стояли очень ровно, и я точно знала их последовательность. А в этот раз все изменилось. И я поняла, что их кто-то трогал, поэтому решила их подправить. Когда я начала их подправлять, неожиданно они все упали. Поэтому мне пришлось встать с кровати и начать их раскладывать. Тут я увидела кое-что очень страшное. Продолжение этой истории будет у меня в инстаграме, и свой ник я оставила на экране. И после того, как вы посмотрите продолжение, вы скорее всего сами не захотите больше ни с кем никогда общаться в интернете.